Из греческой тюрьмы освободили одного из главных дольщиков Большого Воровского Пирога, 62-летнего Лаши Шушенашвили. Выход на свободу Шушенашвили впервые с 2008 года создает благоприятное окно возможностей, когда лидерам враждующих сторон наконец-то ничто не мешает выяснить отношения очно. Напомним, в 2020 году Шушенашвили был приговорен в Греции к 10 годам, из которых в итоге отсидел 6. Считается, что это был откуп за то, чтобы не попасть к французам, где Лаше, как и его брату Кахе, светит пожизненное. Лаша Шушенашвили – бессменный руководитель руставского клана, выходцем из которого, например, был Гули. Это сообщество зрелых преступников, среди которых сегодня такие величины, как братья Гогаладзе, Хмейло, Куцу, Коба и другие. На правах младших партнеров и руставцы всегда были бок о бок с табелисцами, которых во все времена олицетворяет Шакро. На шахматной доске, где черный гроссмейстер Намбаван разыгрывает свою полувековую партию, Лаше и станет его главной атакующей фигурой. Когда Шакро в Москве отсутствовал, Лаше был возле Хасана, тогда он и Таро с Мирабом обоюдно посчитали друг друга не ворами, и с тех пор технически ими и не являются. Все помнят, чем закончилась попытка окрыленного посулами Таро поиграть в Пахана, когда он в приступе благодушия позвонил Лаше. В период своего короткого, но яркого пребывания на свободе между испанской и усть-лабинской командировками Шакро своим авторитетом убил все разговоры в отношении Таро, Мираба и Бадри, до их освобождения с условием того, что, освободившись, они решат свой вопрос с претензерами. Ни один из них этого так и не сделал, чем безоговорочно признал превосходство Шакро над собой и наличие поводка, за который рано или поздно дернут. Похоже, что кое-кто уже потирает для этого руки. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.